Я расскажу, как монтировать ролики, кто присутствует в наших чатах в скайпе и в ватсапе. Мы туда скидывали два ролика, которые записывали девушки с нашего склада. Ролик записанный на телефон, и вот я вам покажу, как этот ролик лично я монтировал, чтобы все вы после сегодняшней нашей встречи могли такой же ролик себе смонтировать и понять, что ничего сложного в этом абсолютно нет. Как смонтировать ролик? Во-первых, как его записать? Вариантов записи достаточно много, но если вы не обладаете каким-то мега оборудованием, оно сейчас и в принципе и не нужно, то есть хватает обычного телефона. Вот если у вас есть нормальный телефон, кстати, в курсе, который называется у нас для менеджеров, я наконец-то записал самый длинный урок, он называется «Как проводить прямые трансляции». Там, кстати, об оборудовании я достаточно много рассказал, не хочу сейчас на это тратить время. То есть если у вас есть телефон, вы просто-напросто на него записываете себя. Записали его на телефон, это вот проще всего и, скорее всего, доступно однозначно каждому. Следующий вопрос, как эту запись перекинуть на компьютер? Я не рассказывал в этом курсе о программах монтажа, которые ставятся на сам телефон. Да, таких достаточно много, но они чаще всего работают в режиме фильтров. Вы просто накладываете какие-то фильтры, что-то обрезаете и делаете такое небольшое видео. Записать вот такой полноценный урок с демонстрацией экрана, ну, наверное, с телефона можно, но это как-то еще, наверное, сложно будет. Вот поэтому для того, чтобы записать какой-то полноценный урок, особенно если вы хотите рассказать, как, например, регистрироваться на сайте, как работать в личном кабинете, вот для этого вам потребуется программа, о которой я сегодня буду говорить. Это программа «Камтазия Студия». Вы все получите эту программу, причем получите ту версию, которой пользуюсь я. Ну, это важно, потому что, в принципе, конечно, вы в интернете можете скачать эту программу. В интернете лежит достаточно много версий программы «Камтазия Студия», но вы можете потратить очень много времени, нервов и не найти нормально, стабильно работающую версию. Что я под этим подразумеваю? Нормально, стабильно работающая версия – это которая не будет у вас зависать в процессе монтажа. Поверьте, то, что выложено в интернете, именно так и работает. Либо начинает работать вообще непонятно. То есть какие-то функции не работают в принципе. То есть вы все делаете верно, а то, что должно происходить, не работает. Вот таких версий по интернету «Камтазия» лежит очень много. Я сам через все это проходил. Я вам дам реально стабильно работающую версию. Устанавливается она очень просто. Почему именно программа «Камтазия Студия»? Почему я ее очень долго пользуюсь и как-то не могу перейти на какую-то более серьезную программу, на тот же самый Sony Vegas? Сейчас объясняется все достаточно просто. Потому что «Камтазия Студия» – это программа не только видеомонтажа. Это не единственное, что она может делать. Вообще-то это программа записи с экрана. Вот именно с помощью этой программы все, что вы показываете на экране, ну, например, думаю, все общались с кем-то в Скайпе и включали режим демонстрации экрана. Вот точно так же почти работает «Камтазия» все, что вы показываете кому-то на экране, вы это можете записать и потом еще отмонтировать. То есть она и записывает, и потом еще может записанный фрагмент отмонтировать. Это очень удобно, очень просто, потому что вот эта операция – рассказать что-то, показанное на экране, и потом отправить ролик, чтобы не разговаривать руками. Вот это очень часто. Это очень удобно, потому что записать ролик и отправить своему партнеру, вот смотри, сделать нужно вот так, это проще всего. Это дикая экономия времени, особенно если вы рассказываете одно и то же. Ну и, конечно, программа «Камтазия Студия», даже, например, если у вас нет нормального телефона, ну или, например, не хотите вы на телефон записываться, она может записать еще и вас. То есть, например, если вы видели те ролики, которые я пишу, это не только демонстрация экрана, это еще и такой вот маленький видео. Хотя это видео, как вы сейчас увидите, можно растянуть на весь экран и, например, записать только вот такое, как я сейчас перед вами выступаю, только вас, даже без демонстрации экрана. Можно и то, и то, то есть все в ваших руках. Очень хорошая программа, только поэтому я ей и пользуюсь, и пользуюсь достаточно долго. Итак, значит, как с этой программой работать? Я сейчас включу демонстрацию экрана, и вы будете ее видеть. Значит, программа у меня уже установлена. Вот ее ярлычок. Это именно девятая студия. Хотя, если честно сказать, лично мне больше нравится восьмая, потому что она очень такая строгая, там ничего лишнего, то есть вариант минимализм. Девятка, она такая более современная. Я эту программку запустил, но сейчас вот воспользуюсь инструментами, которые мне очень понравились, я вам расскажу, что здесь есть. Значит, большую часть экрана занимает окно, которое называется Player. Именно вот в этом вот окошечке вы будете видеть то видео, с которым вы работаете. Вот все, что вы будете обрабатывать, чтобы вы видели визуально, что у вас получается, вот здесь вот в окошечке Player. У этого окошечка есть уже до боли знакомые инструменты управления. Play – это начать просмотр, перемотать. Когда нажали Play, будет кнопочка пауза, то есть остановиться. И вот такая вот шкала, которая показывает, как много от ролика вы уже просмотрели. Ну, стандартная вещь. Слева у нас меню. Это те действия, которые может выполнять программа. Причем вы их чаще всего видите не все. То есть если вы нажмете на кнопочку «Больше», откроются те действия, которые не уместились в этом списочке. Практически каждое из этих действий, когда вы его выбираете, оно требует какого-то дополнения. Ну, например, вот сейчас у меня выбран действие «Работа с файлами». И вот здесь открывается то, что называется «Рабочий стол». Это место, на котором появляются какие-то дополнительные действия из выбранного вами. Ну, например, выберу переходы. Это очень полезная, часто используемая вещь. Я тоже о ней расскажу сегодня. И переходы. Когда вы выбираете действие «Перехода», сейчас появилась возможность выбрать какой-то конкретный переход. И так дальше по-любому из этих действий. Выбираете конкретное действие. И на столе рабочем появляется возможность его выбрать. Ну, и то, что у нас находится внизу, это то, с чем приходится работать максимально часто. Вот куда вы в основном и смотрите. Это называется монтажный стол. Здесь расположены ваши звуковые видеодорожки. Все это вытягивается в виде вот такой вот длинной строки. Почему эта программа и называется «Линейный монтаж». Здесь есть инструмент, который показывает, где на каком месте ролика вы находитесь. Сейчас он не активен, потому что ничего не загружено. С помощью этого инструмента вы можете что-то выбирать, выделять, работать с фрагментом, вырезать. Это рабочий стол или монтажный стол. Это основное место в программе, куда вы смотрите. Ну и, конечно, плеер. Вот два окошечка, плеер и ваш монтажный стол – это то, с чем вы наиболее активно работаете в процессе монтажа видео. Итак, есть два варианта, как видео появляется в программе «Кантазия Студия». Ну, будем считать, что вы что-то записали на телефон. Записали на телефон, у вас есть какой-то ролик, и в этот ролик хотите загрузить программу «Кантазия Студия», чтобы просто в этой программе отмонтировать свое видео. Ну, как, например, видео попадает с телефона на компьютер? Я, конечно, не придумываю сложных путей, я делаю по-простому. Вот есть стандартный проводок, это провод зарядки. Я его просто-напросто подключаю к компьютеру, мой телефон становится как бы флешкой, и я просто копирую этот файлик с компьютера, с телефона себе на компьютер в определенную папочку. Главное, эту папочку запомнить, чтобы потом вы могли этот файл открыть. Если по каким-то причинам вы не любите вот так передавать файлы, можно что сделать? Можно отправить себе на почту, можно отправить в WhatsApp. Причем, когда вы отправляете видео в WhatsApp, здесь происходит одна очень полезная вещь. Ваше видео, оно автоматически сжимается. Потому что, например, ролик, записанный на телефон в высоком разрешении, он очень много весит. И если у вас не очень высокопроизводительный компьютер, вам будет даже тяжело с ним работать. То есть у вас каждое действие, вырезки, вставки будет производиться с такими задержками. Ну, то есть то, что, как говорят некоторые, компьютер начинает тормозить. Но ему тяжело, это большая нагрузка. Вообще, обработка видео – это серьезная нагрузка на компьютер. Вы должны это четко понимать. И то, что у вас компьютер будет притормаживать при работе вот даже вот с этой программой, это нормально. То есть здесь переживать не стоит. То есть видео уже хранится, записанное видео хранится на вашем компьютере, и вы хотите его просто-напросто загрузить в программу. Посмотрите, что для этого нужно сделать. Для этого из меню нужно выбрать файл и нажать на кнопку «Импортировать». Ну, здесь еще вообще на рабочем столе ничего нет. Либо нажать вот на этот плюсик. Значит, нажимаю «Импортировать». Открывается стандартное окно выбора папки, из которой вы хотите что-то взять. Ну, вот я точно знаю, что вот в этой папке у меня уже лежит смонтированный ролик, но у вас, например, просто записанный ролик. Это видео. Я его беру и открываю. Этот ролик, этот файл подгружается мне на рабочий стол. Вот таким вот образом через пункт «Файл» вы можете на свой рабочий стол подгружать все необходимые файлы вам для монтажа. Это могут быть какие-то видеофайлы, это могут быть какие-то картинки, это могут быть звуковые файлы. Вот все, что вам потребуется для того, чтобы смонтировать то видео, которое вы планируете, вы загружаете через пункт «Файлы» и кнопочку «Плюс». Либо, если есть, при первой загрузке, большая кнопочка «Импортировать файл». Все это затем собирается в один ваш ролик. Как это собирается, я вам сейчас покажу. То есть, если вы посмотрите вот ролик, который мы монтировали, этот ролик состоит из двух файлов. Первый файл – это видео, записанное на телефон. И вот такой вот файлик, который называется «Превьюшка». Вы все научитесь его делать. Делается это очень просто. Есть сервисы, которые за три секунды вам позволят это делать. Об одном из них я расскажу. Если не хотите этим заниматься, вот человек, которым я уже, кажется, давал на него ссылку, это Игорь Воробьев, вот как раз он этим и занимается. Человек реально работает на удаленке. Последние пять лет он просто инвалид, в опарию попал. Вот сидит дома и зарабатывает тем, что монтирует видео. Причем у него это получается, ну, с моей точки зрения, достаточно хорошо. Не хотите сами, вот, пожалуйста, Игорь Воробьев, он у меня в друзьях, можете найти. То есть все, что вам потребуется через файл импортировать, вы выкладываете себе на рабочий стол. То есть, например, для монтажа того видео мне потребовался ролик, записанный на телефон, и ролик с превьюшкой. Вот нажал на плюсик, нажал «Импортировать файлы». Я помню, где он у меня лежит. Вот у меня есть папочка, которая называется «Отбивка». И вот в этом крохотном файлике записан еще один файл с отбивкой. Ну, то есть вот эта вот крутящаяся штучка. Если вы хотите вставлять какую-то картинку, наложить ее поверх видео, я тоже довольно часто это делаю, тоже людям это нравится. Ну, например, вы хотите положить поверх своего видео картинку с изображением своего товара, продукции. Вот точно так же нажали на плюсик, выбрали файл и подтащили картинку. Ну, например, файл с картинкой, ну, например, вот такой, где лежит ваш продукт. У меня, например, эта картинка, которую я раньше включал, что начало нашей встречи в 10 часов. Вот все, что вам нужно, вы загрузили, и теперь можно переходить к монтажу. Я сейчас все это дело поудаляю. Удаляется это очень просто. Вот так выбираю и нажимаю клавишу «Удалить». Выбрал и «Делета». Все, освободил свой рабочий стол. Это первый вариант, как ролики и все, что нужно, появляется в программе Camtasia Studio. Основной способ появления файлов здесь – это запись с экрана. Вот как у меня все, что я делаю, попадает в Camtasia Studio. Я нажимаю на кнопочку «Запись», видите, в левом верхнем углу. Вот кнопочка «Запись». Нажимаете на эту кнопочку «Запись», и что происходит? Вы переходите, вы запускаете отдельную программу, которая входит в комплект программы Camtasia Studio. Это запись с экрана. Вот такое окошечко всплывает. Я его сейчас специально вытащу на середину экрана. Что вы здесь можете сделать? Во-первых, вы можете выбрать, хотите ли вы записывать веб-камеру, либо не хотите. Вот у меня сейчас две веб-камеры на компьютере, поэтому я могу такую фишку сделать, записать еще и веб-камеру. Ну, например, я не хочу записывать веб-камеру, не хочу, чтобы поверх ролика появлялся еще я. Я просто нажму на значок веб-камеры, смотрите, щелкаю, и появляется крестик. Все, запись камеры не будет происходить. Будет идти запись только звука. То, что звук записывается, говорит о том, вот этот мигающий значок микрофончика, видите, бегает уровень. Если откроете списочек рядом с микрофоном, вы можете выбрать, на какой микрофон вы пишете. Бывает, что иногда требуется записать звуки вашего компьютера. Ну, например, вы воспроизводите какое-то видео, и вы хотите, чтобы звук его хорошо воспроизводился. Тогда включите вот это действие «Записывать системные звуки». Тогда все, что говорится на вашем компьютере, будет записываться не через ваш микрофон, а будет сразу писаться в Кантазию. Очень полезная вещь, когда вы хотите, например, записать какой-то вебинар, который не хотят потом выкладывать почему-то в записи, хотя всегда их выкладывают. Значит, настроили видео, настроили микрофон, чтобы начать запись с экрана, что нам требуется? Просто-напросто нажать вот на эту кнопочку «Records». Но обратите внимание еще вот на действие, которое находится слева. Вы можете записывать не весь экран, а это выбрано по умолчанию, вы можете записывать часть экрана. Но для того, чтобы ваш исходный результат, ваш файл видео был не таким большим, потому что когда мы пишем экран, когда мы пишем еще веб-камеру, когда еще пишется звук, это получается такой приличный кусок информации. Если вы выбираете «Записывать часть экрана», можно, например, взять и вот эту часть экрана именно выбрать. То есть какую часть экрана вы хотите себе записывать, вот такую, например, либо вот такую. Все выбирается в зависимости от ваших потребностей. Но я выберу «Записывать весь экран». Все, я подготовил все, что я хочу для записи. Нажимаю на кнопочку «Records». Сейчас пойдет обратный отчет, ну, чтобы вы могли спокойненько подготовиться. Вот что-то мне Игорь написал. Все, обратный отчет закончился. И вот сейчас пошла запись с экрана. Все, что я сейчас делаю, все, на что я переключаюсь, я начинаю о чем-то рассказывать умно и долго. Вот, все это пишется. Значит, пишем все это дело до тех пор, пока вы не решите остановить свою запись. Запись можно приостановить, нажать на кнопочку «Пауза» вот сюда, либо нажать на кнопочку «Стоп», чтобы остановить ее полностью. Ну, я, например, нажимаю на «Стоп», смотрите, что происходит. Происходит автоматическая загрузка моего записанного видео на мой рабочий стол. Все. То есть не требуется ничего импортировать. Программа сразу же автоматически загружает записанный фрагмент мне на рабочий стол. Вот сюда. Вот это, ну, лично для меня, основной способ, как попадают файлы на мой монтажный стол. Если я хочу сейчас начинать, а я это именно хочу, монтировать свое видео, что я должен сделать? Я должен взять его и разместить на своем монтажном столе. Ну, вот при записи с экрана оно автоматически размещается у меня на рабочем, на монтажном столе. Вот видите, вот здесь появилась вот дорожка. Я сейчас выберу эту дорожку, нажму «Удалить», чтобы убрать его. Покажу вам, как любой загруженный файл в программу Camtasia Studio поместить вот на монтажный стол. Это можно взять и просто вот так вот отбуксировать его. Можно нажать правую кнопку и выбрать «Добавить на шкалу времени» вот такой перевод в этой версии. Выбираю, и файлик появляется у меня на шкале времени. Вот, вот здесь. Это первая основная операция, то есть ваш файл, записанный либо с экрана, либо с телефона, поместился у вас на шкале времени на монтажном столе, и вы сейчас готовы его монтировать. Монтировать видео можно реально по-разному. У всех свои, как бы, варианты приготовления яичницы я вам покажу, как делаю я. Во всяком случае, вот в этой девятой версии. В восьмерке я поступал немножко по-другому. Вот в девятке, с чего я начинаю? Первое, что я делаю, я обрабатываю звук. Потому что, ну, вот лично все мои ролики, это по большому счету не столько видео, сколько аудио. Я о чем-то рассказываю и показываю на экране. Поэтому, например, камеру, веб-камеру я часто отключаю, потому что, ну, смысл. Главное то, что на экране куда нажимать и сопроводить это все нормально, человеческой, понятной речью. Поэтому, лично для меня, в первую очередь, первый этап обработки записанного видео, это обработать звуковую дорожку. И смотрите, что я делаю. Так как микрофон, с которого я сейчас пишу, вот даже эта петличка, она не дает того качества, к которому я привык. Потому что, ну, мой студийный микрофон остался на студии. Поэтому, что я делаю? Я, в первую очередь, разделяю дорожку видео от дорожки аудио. То есть сейчас, вот в этом вот кусочке, который у меня находится на рабочем столе, две дорожки. Это мой звук, который я могу, вообще-то, удалить и заново перезаписать, если хочу. И вот мой рабочий экран, то, что я показывал, это видео. Для удобства работы я их беру, разделяю. Для чего? Я сейчас покажу. Правой кнопочкой по дорожке щелкаю, открывается вот такое меню. Кстати, через это меню можно делать очень много полезных вещей. И я выбираю только одно действие. Отделить аудио от видео. Смотрите, что сейчас произойдет. Эти дорожки у меня разделятся, и их будут две. То есть вот эта дорожка аудио, потому что здесь вот эти вот синусоиды, это как раз и мой звук. И вот эта вот дорожка видео. Для чего я их разделил? Для того, чтобы можно было удобнее обработать видео. Что я делаю в первую очередь? Если щелкнуть на аудиодорожке, появляется вот такая возможность, как взять легко и просто увеличить громкость. Потому что сейчас у меня почему-то микрофоны очень тихо говорят. Хотя я в настройках микрофона, вот здесь вот правой кнопочки по динамику, когда вы щелкаете, можно увеличить уровень. То есть сделать его побольше. Но я не делаю это до максимума. Для чего? Для того, чтобы не было того, что называется зашкваренный звук. То есть звук на очень высоких тонах, и слушать это невозможно. Это, кстати, можно сделать очень просто. Если вы возьмете вот этот вот уровень звука и дотянете вот так. Вот все, что обрезается, если тут вам видно, вот все, что обрезалось с пики, это и есть то, что называется зашкваренный звук. То есть какой-то вообще просто крик, визг такой идет. Вот до такого состояния доводить никогда не надо. Поэтому аккуратненько возьмите и опустите ее вниз. Либо нажмите на действие вправки отменить. Вот так вот, видите? Вправка отменить отменяет последнее сделанное вами действие. Либо повторное нажатие на отменить, либо на комбинацию клавиш Ctrl Z отменит несколько ваших действий. Если вы начинаете слушать то, что вы говорите, а делается это очень просто. Я нажимаю на кнопочку Play вот сюда, в плеере. Все, обратный отсчет закончился. И вот сейчас пошла запись с экраном. Вот то, что я наговаривал в ролике, все я слышу. Если мне по каким-то причинам слышится, что идет много шумов, ну то есть некачественный микрофон, то есть шипит что-то. Первое, что можно сделать в меню, есть пунктик, который называется звуковые эффекты. Вы выбираете этот пунктик. Вот, кстати, в восьмерке почему-то их больше и с ними работать проще. Вот он, звуковой эффект, это удаление шумов. Я беру этот эффект и просто тащу вот сюда вот на дорожку. С этим эффектом начинаете слушать себя. И довольно часто шумы вообще уходят. То есть вот этого шипения, которое записывает некачественный микрофон, вы его не слышите. Но вот этот эффект, он меняет голос. Наложите его, послушайте себя и потом определитесь, что вам лучше. Лучше пусть шипит, но ваш голос будет естественным. Либо пусть не шипит, но ваш голос немножко поменялся. Ну, вы это прям на слух услышите. С первым, с качеством звука немножко мы определились. Мы увеличили немножко громкость, убрали немножко шумы, наложив эффект на удаление шума. И теперь можно переходить к тому, что занимает максимальное количество времени. Ну, лично для меня. Это слушаем себя любимого и обрезаем то, что вам нравится, либо вам не нравится. Ну, например, мне очень не нравятся мои «ы», «а», паузы такие длинные. Все это спокойно обрезается при монтаже. Причем совет. Когда вы записываете ролик, если вы оговорились, какое-то слово или предложение сказали совершенно не так, как планировали, что проще всего сделать? Лучше сделать паузу, просто помолчать. Для чего? Для того, чтобы вот на этой синусоиде вы увидели вот такое пустое белое место. То есть это пауза, вы молчали. То есть когда нет этих всплесков, значит вы ничего не говорите. Вы сделали паузу и потом повторили свое предложение, либо несколько слов правильно. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы легче вырезать ненужные куски и понимать, что вот здесь вы оговорились. Я иногда даже делал так, говорил, как при съемке фильма, дубль один, дубль два. Когда вы будете сами монтировать, вы поймете, для чего эти хлопушки, для чего говорить, что перезаписываю. Ну, для того, чтобы легче было понимать. Это надо выкинуть, а это нужно оставить. Это такой практический совет. Чтобы вам было удобнее монтировать и вырезать, а здесь можно вырезать практически до слова. Но до буквы не получится, а до слова легко вырезать. Но чтобы вырезать до слова, нужно увеличить масштаб. Масштаб меняется очень просто. Вот инструмент. Я сейчас его даже опять же обведу. Ну, прям понравилось мне рисовать, извините. Вот он этот инструмент. Видите? Это и есть масштабирование. Элемент масштабирования позволяет вам увеличить масштаб. То есть вы можете, нажимая на плюсик, смотреть, что я делаю. Я просто растягиваю как бы свою звуковую дорожку. И вот благодаря тому, что я ее растянул, вот теперь я могу вообще вырезать практически до слова. И вот как вырезать, например, ненужный вам кусочек, либо несколько кусочков. Я нажимаю play. Все, обратно, отчет закончился. Слушаю, что я сказал. И опять услышал вот это свое любимое и, которых вообще-то слово поразит. Что я делаю? Я нахожу, где я тут икаю. Ставлю вот на начало. Отсюда я икаю. Потом хватаю за красненькую штучку, вот такую. И начинаю аккуратненько выделять нужный мне фрагментик, где я икну. Вот. Благодаря тому, что у меня масштаб практически стоит на максимуме, я могу прям это и найти. Для того, чтобы убедиться, что я нашел именно нужное мне, я нажимаю на play. И у меня начинает воспроизводиться не весь мой ролик, а вот только этот выделенный кусочек. Смотрите, нажимаю на play. Ой, на play. Вот. Я как раз выбрал и. И я хочу это и удалить. Делается это очень просто. Можете нажимать вот сюда на ножницы. Вот инструмент ножницы. Можете нажимать комбинацию клавиш на ctrl-x. Оно даже вот выскакивает в подсказке. Нажимать комбинации клавиш – это удобнее и быстрее. Потому что вырезать очень часто много приходится. Я нажимаю ctrl-x и фрагментик у меня вырезался. Обратите внимание, появляется такая как бы латочка на дорожке. Тут что-то было вырезано. И вот вся работа опять сводится к чему? Я иду, слушаю свой ролик, понимаю, что вот этот опять же фрагмент мне не нужен. Для того, чтобы вернуться назад, я хватаю и придерживаю левую клавишу мышки вот за этот маркер временной. Могу его спокойно двигать вот по шкале, куда мне надо. Например, я что-то перелетел, а вот хочу начать отсюда. Подтащил его, то есть выставил нужное мне место. Начинаю тащить красненький, выделяю справа. Зелененький двигается влево. И вот такими вот несложными действиями вы можете выделять фрагменты. Что можно делать с фрагментом? Вы с фрагментом можете, например, удалять его, как я это сделал. А можете брать вот по фрагменте и уменьшать, например, звук. Либо увеличивать. Бывает это очень нужно, когда вы что-то говорили-говорили, либо очень громко что-то сказали, какое-то слово, и оно прям... Либо очень тихо, важное вам слово. Вы его выделяете, просто вот таким образом увеличиваете, либо уменьшаете. Но чаще всего приходится просто вырезать. Двигаемся по ролику и начинаем что-то резать. Вот. Вот таким вот образом выделяем и обрезаем. Благодаря масштабу можно смотреть на свою работу как бы сверху. Вырезаем нужные мне части. Довольно часто приходится вырезать большие куски. Ну, например, вы понимаете, что вот с этого фрагмента и дальше до конца мне уже ничего не нужно. Я поставил нужное мне место вот так вот. И как я могу конец обрезать? Могу опять же вот так вот выделять и удалять. А можно сделать немножко по-другому. Это разрезать дорожки. Тут есть такой специальный инструмент, нож. Если он серый, значит, Camtasia Studio не понимает, какую дорожку нужно резать. Вот сейчас у меня ни одна дорожка не выбрана. Она не обведена такой рамочкой. Я выбираю видеодорожку. Видите, она у меня обвелась желтенькой. И теперь нож у меня стал активный. Я нажимаю на нож и дорожка у меня обрезается. Смотрите, я получил вот такой вот кусочек. Потом выбираю аудиодорожку и тоже нажимаю на нож. И тоже получил вот такой вот кусочек. Теперь эти кусочки можно взять спокойненько и удалить. Нож можно использовать не только для того, чтобы что-то обрезать. А можно для того, чтобы что-то разделять. Вот задавался вопрос. Я что-то снимаю, а потом я хочу перейти в другое место. Как мне это сделать? Что мне там на паузу нажимать и так далее? Можно не нажимать ни на какие паузы. Вот представьте, вот это вы говорили. Потом вы куда-то переходите и начинаете снимать новое место. Как можно реализовать вот этот вот переход, чтобы никто не видел, что вы там что-то перестраиваетесь и так далее? Мы просто берем ненужную часть записанного видео, выделяем. Вот это то, что я вообще не хочу, чтобы в моем видео было. Я ее выделил, нажал на ножницы срезать. И что у меня получилось? В этом месте ролика я стоял в одном месте, потом я куда-то перешел. И для того, чтобы не было вот этих резких скачков, я могу сделать переход. И как это делается? Я выбираю видеодорожку, потому что это то, что видит зритель. Я выбираю эту дорожку, щелкаю на нее, разрезаю ее. И вот в это место я теперь могу поставить переход. Переход у меня находится в отдельном пункте меню, который называется «Переходы». Вариантов переходов достаточно много. Вы можете выбрать любой. Каждая из них имеет какое-то название. Если наводите мышку в девятке, вы можете посмотреть, как работает этот переход, что происходит. Например, здесь происходит какое-то натикание, либо там шахматная доска, либо еще что-то. Вариантов перехода достаточно много. Я беру переход, прижимаю левую клавишу мышки и тащу. Куда я могу таскать переход? Это на какое-то начало, либо какое-то окончание. Вот так как я разрезал дорожку, у меня получилось начало и окончание в середине моего видео. Я могу сюда поставить переход. Переход можно поставить на начало вашего видео, чтобы оно не резко так появлялось, чтобы вы так, опа, и как бы появились, чтобы вы появились плавно. Ну и, конечно, переходы ставят в конец, когда вы там все отговорили, и как бы за вами там занавес закрылся. Вот переходы – это то, что, ну, например, я довольно часто использую для того, чтобы сделать такие плавные переходы от одной сцены к другой. Вот еще вам один инструмент, кроме вырезки. Ну, чем я тоже довольно часто пользуюсь и, скорее всего, вам придется использовать, если вы о чем-то полезном рассказываете. Наверное, вы все видели, я делаю такой эффект приближения. Ну, например, я говорю, нажмите вот на такую-то кнопочку, но эта кнопочка очень маленькая. Либо вот когда девчонки снимали, они делали такой эффект на наезд камеры. То есть камера наезжала на продукцию, которая стояла у них на столе. Но они делали это именно с помощью зума, либо, наверное, Лена немножко подоносила телефон поближе. И вот этот эффект именно наезжания камеры был сделан с помощью самой камеры телефона. Но все это можно сделать при монтаже. Есть такой эффект, который называется, есть такой пункт меню, который называется анимация. Вы выбираете анимацию. Вам показывается на рабочем столе анимации, что, какую часть экрана вы хотите анимировать. Например, я хочу увеличить вот название нашей обучающей платформы. То есть чтобы камера как бы наехала на нее, а потом снова вернулась. Делается это очень просто. На рабочем столе я беру и ползунками начинаю обводить ту часть, которую я хочу увеличить. Вот, например, я хочу вот так вот сделать. Просто беру вот так вот, растягиваю. Вот увеличил эту часть. Смотрите, как это будет теперь работать в ролике. Вот тут у меня и переход. Вот так вот сдвинул. Нажимаю play. Вот, произошел наезд. Причем, если вы хотите, чтобы это приближение было плавным, это можно сделать очень просто. Вот сам этот наезд. Вот эффект анимации на дорожке отображается вот с помощью вот такой стрелочки. У этой стрелочки есть две точечки. В начале и в конце. Я могу взять за точечку, которая в самом начале, и немножко ее растянуть. Что я делаю? Я просто делаю наезд таким более плавно. Видите, так более плавно наезжает. Хотите теперь вернуться снова в полный экран? Нажимаете в разделе анимация масштаб по размеру, и смотрите, что происходит. Опять же, появляется вторая стрелка, которая вот в этот момент времени увеличивает экран до полного нормального размера. Опять же, это увеличение можно сделать быстрым, можно сделать медленным. Ну вот, посмотрите, что у меня получилось. Наезд камеры. И теперь она так удаляется. Вот, в принципе, ничего абсолютно сложного, очень простой эффект, но довольно часто используемый. Ну и еще один эффект, который вам, скорее всего, придется пользоваться. Кстати, любой из уже готовых эффектов вы можете вот так вот выделять, нажимать клавишу Delete, и они у вас просто будут удаляться. Либо нажимаете Ctrl Z, отменить последнее выполненное действие. Что еще довольно часто приходится делать? Это вставлять какие-то картинки. Ну, например, вы что-то говорите, ну вот как в нашем ролике, посмотрите, вот как я вставлял вот эту вот штуку. Вот эту вот штуку, как я ее вставил. Ну, рецепт. Вставить можно было разными способами. Я пошел по самому простому. То есть можно было, конечно, там в фотошопе, либо в той же самой канве нарисовать какую-то красивую картиночку. И потом эту картиночку разместить в своем ролике. Что для этого нужно было сделать? Для этого нужно было вернуться в пункт файл, потому что именно через этот пункт мы все загружаем в наше монтируемое видео. Нажать на плюсик, выбрать импортировать файлы и найти ту картиночку, которую вы хотите вставлять в видео. Ваш товар, там списочек какой-то сделанный. Но главное, чтобы это была картинка. Выбираю эту картиночку, нажимаю открыть. Вот она у меня появилась на рабочем столе. Теперь с помощью ползунка временного я выбираю тот момент времени, когда у меня эта картинка должна появиться в моем видео. Вот, например, с этого места у меня должна появиться картинка. Я выбираю картинку на рабочем столе, правой кнопочкой щелкаю, добавить на шкалу времени. Либо беру ее точно так же буксирую. Смотрите, что происходит. Картинка появляется на вашем монтажном столе. Вот она. Что теперь можно делать? Размер этой картинки вы можете также менять. За управляющие точечки по краям картинки они появились. Можете ее просто-напросто буксировать. То есть размещать в то место, какое вам нужно. Вот таким вот образом. То есть изменили размер. Положили в то место на экране, как вам надо. Вот так. И смотрите, что у нас будет. Вот так вот идет видео и картинка лежит. Сколько она лежит. Опять же, все зависит от вас. Вот на временной шкале эта картинка отображается в виде отдельной вот такой дорожечки. Сейчас она у меня даже обведена. Длительность размещения этой картинки вы можете сами менять. Можно брать ее вот так вот за хвостик и, например, уменьшать. И она у вас будет лежать несколько секунд. Если хотите, чтобы она у вас лежала дольше, опять же, ее хватаем и, наоборот, увеличиваем. Как бы размер этой дорожки увеличиваем. И пока эта дорожка отображается у вас, картинка лежит в вашем видео. Опять же, на эту картинку можно накладывать различные переходы, чтобы она появлялась не очень быстро. Вот. Взял, положил эффект на появление картинки. И картинка будет вот так вот как бы аккуратненько появляться у меня в видео. Если вы представляете, что такое бутерброд и что такое видимость, то вы этих картинок можете накладывать много. Каждая из них будет занимать отдельную дорожку. И самая верхняя картинка, она у вас будет закрывать другие дорожки. Вот здесь эффект как бы видимость. Вот как бы положили такую пачечку. И все, что у вас наверху, это мы видим. То, что у нас внизу, если она закрывается у нас картинкой, мы не видим. И вот с помощью этих картинок можно делать различные интересные эффекты. Здесь уже как бы ваше творчество. Все, как говорится, в ваших руках. Но надпись в тексте можно сделать и проще. Ну, например, как я делал этот рецепт. В меню Кантазии есть такое действие. Оно называется примечание. Здесь очень много интересных вещей. Некоторыми я из них даже пользовался. Например, вот этот вот эффект размытия. Например, вы на рабочем столе показываете свои логины и пароли. Но не хотите, чтобы их видели. То есть вы просто показываете, что вот в этом месте нужно ввести логин и пароль. И вот в примечании есть вот такой вот эффект размытия. Вы берете этот эффект, тащите, куда вам надо. Видите? Появляется опять же отдельная дорожка с этим эффектом. Длительность, как у вас этот эффект лежит, как долго он у вас находится. Все в ваших руках. Просто хватаем за край этой дорожки и начинаем его вот так вот уменьшать, либо увеличивать. Опять же, наводим на саму дорожку. И прижимая левую клавишу, ее можно таскать куда угодно. Область размытия можно также менять. И, например, закрывать у вас на экране то, что вы не хотите показывать кому-то. Но примечание я использовал для чего? Для того, чтобы делать какие-то надписи. Ну, например, я хотел, чтобы вот здесь у меня появился какой-то текст. Я выбираю то примечание, которое мне нравится. Например, вот такое. Опять же, тащу его, прижав левую клавишу мышки себе на монтажный стол. Вот появилось примечание. Опять же, я его могу перемещать по видео в нужное мне место. Переместил, щелкнул вот сюда, где у меня написан текст. И начал этот текст просто-напросто писать. Вот. Вставил какой-то новый интересный эффект. Сделал свое видео более понятным. Вот такие вот штучки очень часто используются для того, чтобы... Ну, например, я оговорился и уже не хочу перезаписывать. Хотя у Камтазии есть возможность уже прям самой Камтазии перезаписать звук. Какой-то кусочек вырезать и переговорить. Но, например, благодаря вот этому эффекту вы здесь можете что-то написать. Что, извините, там надо было сказать то-то. Либо, например, с помощью вот этого, этих примечаний можно писать, что ссылка ваша, например, реферальная, находится в описании видео. Либо побуждать каким-то действием. Например, там, подпишись на мой канал. Какую-нибудь вот такую всплывающую штучку сделать. Но чаще всего, конечно, это делают с помощью красивых картинок. Которые вставляются в видео, как вставить картинку, я показал. Они появляются в вашем видео и призывают людей, которые смотрят ваш ролик, что-то делать. Почитать описание, либо подписаться, например, на ваш канал, поставить лайк и так далее. И все это можно сделать с помощью монтажа. Причем, как, надеюсь, вы понимаете, ничего такого мега сложного нет. Это все просто занимает время и требует ресурса вашего компьютера. Почти в заключении я хочу вам дать еще один практический совет. Так как все-таки Кантазия Студия – это не совсем стабильно работающая программа, но те варианты, которые вы будете получать, я вам дам максимально стабильно работающую, то чтобы не было мучительно и больно за потраченное время, потому что время на монтаж тратится колоссально, пожалуйста, сохраняйте результаты своей работы. То есть вообще-то после того, когда вы разместили свое видео на монтажном столе, лучше всего начать с чего? Войдите в меню «Файл» и выберите действие «Сохранить». Запомните папочку, куда вы сохраняете, и придумайте название своему проекту. Кантазия Студия работает с тремя файлами. То есть первый файл – это сырое видео, которое вы сами записали, либо она записала. Файл проекта – это вот все те действия, которые вы делаете с этим видео. Файл проекта, он очень маленький. Там не хранится само видео, не хранится сам звук. Там хранятся только вот те действия, которые вы выполняете. Все, что вы вырезаете, он запоминает и так далее. Периодически, пожалуйста, сохраняйте проект, чтобы даже если ваша программа зависнет, и вам придется все делать заново, вот представьте, что я взял, у меня программа зависла, все как бы пропало, да, я перезагружаю компьютер, запускаю снова эту программу Кантазия Студия, но что я могу делать, чтобы продолжить дальше работать? Я вхожу в меню «Файл» и выбираю действие «Открыть проект», если, конечно, я его сохранил. Выбираю «Открыть проект», вот мой проект для БГ, я его выбрал, нажимаю «Открыть» и смотрите, что произойдет. Загрузится то видео, с которым я работал. Вот все, что я делал, вот видите, все сохранилось благодаря тому, что я сохранил проект. И даже если у меня компьютер работает нестабильно, то вот такие регулярные сохранения позволят вам всю работу хотя бы заново не переделать. Поверьте, бывает очень обидно, когда вы там час сидите, что-то монтируете, а потом у вас бац, все зависло, и приходится все делать заново. Итак, будем считать, что вот вы все обрезали, все наложили, все нужные картинки, вставили все нужные переходы. Что еще бывает нужно делать? Довольно часто, особенно если вы делаете какие-то обучающие ролики, можно накладывать дополнительную звуковую дорожку. Например, чтобы фоном какая-то шла музыка. Делается это опять же через файл «Импортировать». «Импортировать», берете просто звуковой файл и перетягиваете эту музыку себе на монтажную студию. Кладите ее отдельной дорожкой. Единственное, что нужно просто будет громкость у этой музыки просто занизить до почти самого минимума, чтобы не забивался ваш голос. И у вас получится как бы две, не как бы, а две звуковых дорожки. Одна звуковая дорожка с вашим голосом, а вторая дорожка с музыкой, которая идет фоном. Но бывает, что фоновая музыка, она как бы расслабляет, делает длительные эти объяснения более понятными. Но не, скажем так, увлекайтесь этим очень, потому что бывает, слушаешь какие-то ролики, и там музыка, она просто перебивает докладчика очень хорошо. Но и, конечно, не надо забывать о следующем, что авторские права сейчас очень четко отслеживаются и фейсбуком, и ютубом, поэтому если вы положите какую-нибудь музыку с авторскими правами, то у вас могут быть проблемы. Но это как бы наперед. Теперь ролик вы смонтировали. Все. Но это еще не готовое видео. Для того, чтобы получить тот ролик, который вы можете загрузить на ютуб, можете загрузить в социальные сети, вам его нужно спродюсировать. Вот в девятой версии есть такая зелененькая кнопочка, которая вот здесь у нас расположена вверху, нажимаем на эту кнопочку, и я всегда выбираю вот это вот действие на локальный файл, потому что мне потом этот файлик нужно будет загружать в разные места. Выбираю на локальный файл, открываю, что я хочу получить в итоге. Я всегда выбираю максимальное разрешение, вот Full HD, потому что качественное видео, оно любится всеми социальными сетями. Поэтому и вам тоже рекомендую выбирать вот такой вот формат. в Full HD, видите, выбираю, нажимаю на кнопочку «Далее», меня спрашивают, в какую папку, с каким именем я хочу это сохранять. Вот так вот наберу и нажимаю на кнопочку «Готово». А вот теперь смотрите, что будет происходить. В зависимости от производительности вашего компьютера, вот это вот время продюсирования может занимать от нескольких минут, особенно если ролик небольшой, до нескольких часов, особенно если вы загрузили видео в высоком разрешении. Поэтому я вам сейчас дам еще одну рекомендацию, которой нужно будет пользоваться тем, у кого не очень производительный компьютер. Вот прежде чем начинать монтировать видео, вот видите, все, оно смонтировалось, и вот пошел уже. Уже этот ролик у меня готов. Куда он появился? Он появился в той папочке, которую я выбрал. Вот эта папочка «Тест», и в ней лежит вот готовый уже видеофайл. Вот именно этот видеофайл мы загружаем на YouTube со социальной сети. Главное, запомните, куда вы его сохранили и с каким именем. Ну и последняя рекомендация для тех, у кого не очень производительные компьютеры. Вот если вы записали видео на телефон, а телефон чаще всего пишет Full HD, это 1900 на 1000. Это очень высокое разрешение. Фотоаппараты так пишут, цифровые и больше. У вас получается видео в мега-разрешение, которое не воспроизводится в режиме онлайн в большинстве случаев. И вам такое разрешение не нужно. И файл, главное, получается очень тяжелый. Поэтому как только вы его загрузили в Кантазию, и как только вы кинули его сюда на рабочий стол, вот прям только это сделали, сразу нажимайте на кнопочку «Вывод». И пусть произойдет то, что называется переконвертация видео. То есть ваш файл из громадного файла с высоким разрешением будет сжат. И будет сжат до того предела, с которым даже не очень высокопроизводительный компьютер может работать. Он у вас сохранится на диске вашего компьютера. Вот главное, опять же, не забудьте, куда вы его сохранили. И затем этот уже файл, легкий файл, вы просто-напросто через кнопочку «Импортировать» загружаете на свой компьютер. Посмотрите, вот я взял, смонтировал файл, просто уменьшил его размер с помощью. Загрузил его себе в Кантазию, кинул на шкалу времени. Он у меня маленький, он у меня легенький. И даже невысокопроизводительный компьютер может с ним спокойно работать. Это такая практическая рекомендация, чтобы вы себе время и нервы сократили. Потому что если компьютер слабенький, то любое действие, вырезки, вставки чего-то будет занимать у вас колоссальное количество времени. То есть будет все очень медленно. То есть нажали на ножницы, а через несколько секунд только там произошла эта вырезка. Но вы это сами все увидите. Игорь, а где эта кнопочка «Вывод»? Я что-то не поняла. «Вывод» сейчас еще раз покажу. Она в девятке, в правом верхнем уголочке. Сейчас давайте я все-таки еще раз нажму стрелочкой. А, в правом верхнем. Вот она, видите? Все, да. Да, спасибо. В восьмой версии все пункты расположены вот здесь. Они вот здесь вот расположены. И тут она последняя. И она называется... Здесь она называется по-русски «Вывод», а в восьмерке, даже в русской версии восьмерки, она называется «Продюсирование», «Продюс». Ну, то есть монтаж. Спасибо. Еще вопросы есть, пока я тут не остановил? Спасибо.